Здравствуйте! Немножечко подождем, когда ко мне присоединятся. Здравствуйте! Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо со связью. Всем здравствуйте! Очень рада всех видеть. Напишите кто-нибудь, видно, слышно, все хорошо. Всем здравствуйте! Отлично! Хорошо! Сегодня я хочу поговорить на такую тему, как работа новичка в нашей компании. Хорошо, видно и слышно. Спасибо большое! Потому что очень много новых людей пришло в команду, в принципе, и ко мне в структуру. И многие просили провести эфир на тему, как же начинать новичку, как настроиться на работу, с чего начать. Потому что многих понимания нет, что это за бизнес и куда они пришли. Всем здравствуйте! Очень рада всех видеть. Вот, поэтому своими словами, то есть я буду рассказывать на своем опыте, что бы я порекомендовала новичкам для того, чтобы добиться здесь результата. С чего начинать? Всем привет! Здравствуйте всем! Очень рада всех видеть. Так вот, про новичков, да, сегодня будет идти речь. С чего начинать? Как себя настроить на достижение результата? Какие действия делать, да? То есть, в общем, в принципе, как работать новичкам? Так, ну все, уже 20 человек в эфире, поэтому я буду начинать. Если кто-то не успел, то потом в записи могут посмотреть. Итак, буду говорить от лица новичка, того человека, который услышал о компании, что-то знает, что-то слышал и принял решение, что он хочет себя попробовать в этом бизнесе. Что ему нужно сделать? Первое, конечно же, это зарегистрироваться. Я не буду сейчас презентовать компанию, вкратце скажу, да, что Атоми – это компания международная, которая работает уже в 18 странах мира, не считая там еще 2 страны, 3 страны СНГ, да, которые пока работают через Россию. Это международная компания, это международный интернет-магазин, именно интернет-магазин, потому что 90, там, с копейками процентов всего товарооборота делают обычные покупатели. То есть, в первую очередь, это интернет-магазин. Соответственно, человек приходит и он регистрируется. Регистрация абсолютно одинаковая, что для покупателей, что для дистрибьюторов. И в любой момент, любой человек может принять решение, что он хочет не просто покупать, а он хочет еще и сотрудничать с компанией. Всем здравствуйте! Параллельно можно задавать вопросики, я буду отвечать. Так вот, регистрация, как в обычном интернет-магазине, абсолютно ни к чему не обязывает. Никто вас там заставлять не будет, да, что-то покупать. Покупайте, когда хотите, что хотите. То есть, абсолютная свобода действия. Зарегистрировались вы. Что дальше? Первым делом, конечно же, я рекомендую обязательно попробовать продукцию. То есть, если у вас есть мысли о том, что вы хотите сотрудничать с компанией, соответственно, продукцию попробовать нужно. Продукция в нашем бизнесе – это главный инструмент, без которого, в принципе, навряд ли что-то получится. То есть, мы продвигаем здесь продукцию, мы здесь продвигаем идею бизнеса. Естественно, вы должны эту продукцию знать. Вы ее должны попробовать, испытать на себе, понять, нравится она вам, не нравится. Если вам продукция не понравится, то навряд ли вы сможете, в принципе, с ней работать. Но, как показывает практика, наша продукция – это просто тот товар, который, в принципе, не может не нравиться. И статистика говорит о том, что в нашем интернет-магазине 98% возвращаемость клиента. О чем это говорит? О том, что если человек один раз попробовал нашу продукцию, то в 98% случаев он возвращается и начинает покупать снова, начинает пробовать новые продукты и так далее. Поэтому работать с продукцией легко, и вы обязаны ее знать. Вы обязаны, да, действительно, продукция бомба. Вы обязаны знать эту продукцию, потому что бизнес строится на рекомендациях. Как вы можете рекомендовать то, что вы не попробовали? Здесь нет каких-то обязательств, да. То есть, никто не заставляет обязательно покупать, допустим, в этот месяц на 2 тысячи, в следующий на 4 и так далее. Абсолютная свобода, никто ничего не заставляет. Но знать продукт вы обязаны. Если вы пришли и говорите, я хочу сотрудничать, я хочу рекомендовать, вы не сможете рекомендовать продукт, пока вы его не пощупали, не потрогали. Это то же самое я всегда сравниваю с, допустим, я не знаю, там, с пирожными, с тортиками, да. Вот вы сходили там куда-нибудь в магазин за углом, купили там пирожные, оно вам понравилось. Вы пришли, там соседки рассказали, слушай, вот классные там пирожные, классные тортики и так далее. Соседка пошла по вашей рекомендации, купила эти тортики, попробовала, она сделала товарооборот этому магазину, магазин вам за это не заплатил. Но если бы вы не попробовали этот тортик, если бы вы не попробовали это пирожное, вы бы не смогли порекомендовать соседке, понимаете. Поэтому в любом случае продукцию пробовать нужно. Есть те, кто пишут, что хочу работать, но покупать не буду. И сразу говорю, да, есть такие, таких много. Но, понимаете, в нашем бизнесе главное продукт. Мы здесь продвигаем продукт, мы занимаемся рекламой этого продукта. И, ну, представьте, да, приходит к вам человек и говорит, я хочу сотрудничать с компанией, но я покупать продукцию не буду. Он начинает ее кому-то рекомендовать, ему задают вопросы, что он будет отвечать. Ну, я не знаю, ну, вот про кремик говорят, что он хороший, но я сама не пробовала, но отзывы отличные. Кто вам поверит? Вам никто не поверит. И обязательно, помимо того, что вы пробуете продукт, вы должны искренне про него говорить. То есть, ну, это чувствуется в голосе, это чувствуется в интонации, это чувствуется, в принципе, да, когда человек говорит правду, когда человек говорит, ну, я не знаю, ну, там, ну, вроде нормальная тушь, там ничего вроде не осыпается, ну, так себе, да, ну, там, вроде, вроде как соседка сказала, что нормально, но я сама не пробовала. Ну, ты попробуй, потом мне расскажешь. Ну, ну, как? По-другому никак. Поэтому в любом случае продукт вы знать должны. Это главный инструмент нашего бизнеса. Но здесь никто вас не заставляет покупать там какие-то партии товара и покупать то, чем вы не пользуетесь. Покупайте только то, что вам нужно. То же самое, что вы, допустим, ранее покупали в обычных супермаркетах. Просто прекратите покупать в супермаркете и покупайте здесь. Я не знаю, там, первый месяц купили себе там щетки пасты, попробовали, да, оценили. Второй месяц там нужен вам шампунь. Вместо того, чтобы пойти там в магазин за углом, купить этот шампунь, купить его здесь. Попробуйте его. Я уверена, что он вам понравится, потому что, ну, реально, такого качества продукцию за такую цену вы нигде больше не возьмете. Вот. Поэтому никто не обязывает вас скупать там сразу все, весь ассортимент и, как бы, разом, да, по мере возможности, по мере необходимости. Но продукт знать обязательно. Это самое главное условие. Если вы пришли в компанию и хотите здесь продвигаться, первым, что вы должны сделать, это попробовать. Попробовать на себе и понять, сможете вы работать с этим продуктом, либо не сможете. Следующий момент. Попробовали вы продукт, параллельно вы начинаете изучать. Что нужно изучить? Во-первых, то, что вам предоставил тот человек, который вас зарегистрировал. Вам предоставляют, ну, по крайней мере, в нашей команде, да, вам предоставляют вводное обучение. Это информация о том, как работать с сайтом, как делать заказы, как регистрировать, как строить структуру, обязательно маркетинг. То есть, вот это вот вводная информация, которую вы знать должны. Второе, это изучить ассортимент. Ассортимент нужно изучить обязательно, для того, чтобы, ну, хотя бы там, я не говорю, что досконально знать составы и так далее, просто изучить, что продается, что для чего, да, почитать. То есть, какую-то вот эту вводную информацию вы должны изучить. Не обязательно там сразу, да, досконально разбираться в маркетинге, то есть, постоянно обучаться, 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 обучаться и при этом ничего не делать. Параллельно, потихонечку вы начинаете вещать, вы начинаете рассказывать. То есть, параллельно нужно изучать и рассказывать. Для начала вы посмотрели вводную информацию. Ну, на это там уйдет, я не знаю, 1-2 дня, если вы там выделите 1-2 часика в день и все это изучите. И потом вы начинаете вещать, вы потихонечку начинаете рассказывать. Не нужно, есть такие, да, тоже партнеры, которые приходят и они хотят сразу все узнать, вот стать просто суперэкспертами. И потом, да, вот только начинать что-то рассказывать. Нет, экспертами вы никогда не станете, потому что обучаться нужно постоянно. Нужно просто делиться знаниями. То есть, после того, как вы попробовали продукт, вы начинаете изучать и параллельно начинаете рассказывать. Вы начинаете рассказывать то, что вы изучили сегодня. Да, допустим, почитали вы там сегодня про какой-то продукт, напишите пост про него, снимите там какой-то обзорчик, если вы его уже получили. Вот таким вот образом. То есть, без практики ваши знания, они не дадут никакого результата. Не нужно ждать, когда вы там станете суперспециалистом, который разбирается во всем. Я всех знакомых посадила на продукцию, они тоже восторгли. Да, действительно, вообще, ну, у меня вот, по крайней мере, из моей практики, ну, наверное, 99% всех людей, которых я познакомила с продукцией, с компанией, они все довольны. Есть, конечно, там единичные случаи, там какие-то, вот, я не знаю, кому-то что-то не подошло, кто-то там чем-то недоволен оказался, но это буквально 1% из всех. Ну, я не знаю, там, может быть, 3-4 человека за 2 года моей работы. Так вот, обязательно изучаем, обязательно читаем то, что вам дал ваш спонсор, ваш наставник, да, который вас зарегистрировал, и параллельно начинаем вещать. Не ленитесь, это самое главное правило, да, не нужно откладывать там на завтра, на послезавтра, если вы пришли сюда, то есть вы должны научиться выстраивать свой день, научиться планировать свой день так, чтобы каждый день что-то делать, что-то изучать, что-то, ну, как-то продвигаться к цели, потому что многие начинают искать себе какие-то оправдания, там, мне некогда, у меня там ребенок и так далее. В общем, все это несерьезно. Если вы пришли, настроились работать здесь в компании, то обязательно учимся, обязательно планируем свой день, обязательно организовываем свой день так, чтобы вы каждый день какое-то время уделяли на изучение, на работу в компании. Дальше анализируем, обязательно анализируем, на что вы тратите время, да, вот самое, наверное, распространенное возражение, когда люди говорят, у меня нет времени. Я вообще сразу так резко реагирую на это возражение, а время есть у всех, 24 часа в сутки. И все зависит от того, на что вы тратите это время, как вы правильно расставляете приоритеты, что вам важнее на сегодняшний день, на данную минуту, для чего вы, в принципе, да, пришли в компанию, вы пришли сюда развиваться или искать себе оправдание, что у меня нет времени, у меня там посуду надо помыть, там еще что-то. У меня было так на первоначальном этапе, что я реально расставляла приоритеты так, что у меня могла посуда там 2-3 часа стоять, но у меня, если висят заявки на регистрацию, я сначала зарегистрирую людей, потом помою посуду, потому что для меня это было важнее. И, ну, как бы с посудой ничего не случится, я ее помою там через часик, через два и так далее. Поэтому время есть у всех, главное не лениться и правильно расставлять приоритеты. Так, что-то мне тут параллельно писали. Иногда не получается, наверное, я ищу оправдание, но, если честно, мой ребенок кричит, прям, когда я с телефоном в руках. У меня было такое. У меня было такое в самом начале, когда я тоже начинала. На тот момент у меня детям было полтора года, и мне реально было настолько стыдно, что вот, блин, у меня иногда там дети, я их просто посажу где-то поиграть, я сама вечно в телефоне. Потом они, когда подросли, они начали возмущаться. Мама, не пялься в телефон. Мне реально от этого становилось стыдно. Но здесь, понимаете, здесь нужно тоже качественно провести с ребенком, допустим, час, полтора, два, да, то есть, чтобы он насытился вашим вниманием, а потом уже можно на что-то отвлечься. В конце концов, там, не знаю, мультики ему включить на полчаса, ничего в этом страшного нету. Чем-то увлечь ребенка. Но мне, да, мне действительно было тоже первое время прямо стыдно за то, что я прямо там иногда детей бросала и шла там людей регистрировать или общаться. Но вообще телефон постоянно в руке, параллельно, ну, как бы, работа у нас такая в телефоне. Вот. Поэтому наша работа – это делиться информацией, изучать и делиться, рассказывать и делиться, находить людей, которым это будет интересно, рассказывать и опять что-то изучать, в общем, делиться, вещать и так далее. Выборы для себя обязательно. Что там про маленьких? У меня большая, до 14 лет, недовольна, что я в телефоне. Ну, у меня малыши, да. Сейчас они уже, конечно, привыкли к тому, что мама постоянно в телефоне, но я в любом случае стараюсь уделить детям, я не знаю, там, когда, к примеру, там, ну, в тот момент, когда им требуется, я стараюсь им уделить качественно время, позаниматься там, с ними поиграть, в общем, чтобы они вот чувствовали мое присутствие, а потом уже можно как-то немножечко чем-то их заинтересовать и уже качественно поработать, когда они тебя уже не дергают. То есть, они побыли с мамой, им хватило вот этого моего внимания, потом они уже могут сами. Вот. Далее что? Новичок начинает, новичок выбирает для себя удобный метод работы, да, либо он работает через оффлайн, либо через онлайн. Но на самом деле, вот так вот четко разграничивать нельзя, потому что я считаю, что нужно работать и так, и так. Кому как комфортнее, с чего начинать. То есть, если вам комфортно начинать с теплого круга людей, пожалуйста, ну, не торопитесь их сразу всех тащить в бизнес, пока вы еще здесь сами ничего не узнали, ни в чем не разобрались. Вот. Кто-то начинает онлайн. Вообще, на самом деле, я думаю, что использовать надо и те, и те методы. Кому-то проще, вот, через холодные контакты. Допустим, мне было проще через холодные контакты начинать. Я начала просто в социальных сетях все это развивать, раскручивать и так далее. Потому что на сегодняшний день все знают, да, что соцсети – это огромная площадка для развития бизнеса. И не зря говорят, что если у вас нет странички там в соцсетях, в инстаграме, то у вас нет бизнеса. Потому что сейчас уже просто все развиваются в инстаграме и без этого никак. Так, что-то я пропустила. Здесь мне писали. У меня трое детей, младше четыре месяца. Я работаю в телефоне, когда висит на груди. Ну да, вот видите, кто хочет, тот найдет способ, тот найдет метод и не будет искать себе оправдания и так далее. Вот. Поэтому социальные сети – это огромная площадка. Во-первых, вы не ограничены какой-то географией, вы не ограничены каким-то узким кругом людей. Компания у нас международная, не нужно об этом забывать. Вы можете строить свою потребительскую сеть во всех странах, где работает компания. А это, в конце концов, США, Канада, Япония, Малайзия, там, я не знаю, Сингапур. Вот сейчас Турцию открывают, Австралия. Возможности безграничны. Во всех странах есть русскоязычные люди и только благодаря соцсетям вы можете найти этих людей. Ну и, конечно же, в России у нас еще очень мало людей знают о компании. Просто поле непаханное. Да, я постараюсь сохранить эфир. Вот. Поэтому в любом случае я всем рекомендую новичкам все-таки заводить страничку в социальной сети. Самое распространенное это Инстаграм, конечно же. И начинать вещать там. Первым делом, да, то есть вы зарегистрировались, вы заказали какой-то продукт, вы его попробовали, параллельно вы начинаете изучать, вы начинаете задавать вопросы своему наставнику. Это обязательно, потому что самостоятельно вы ни в чем не разберетесь. И я на самом деле очень люблю, когда человек сам идет на контакт. То есть я никогда никому не лезу. Если новичок пришел, да, там, я ему все скинула, и там 2-3 дня он молчит, я ему задаю один раз вопрос, как дела, было ли время изучить, есть ли какие-то вопросы. Если он молчит, игнорит, все, я, ну, максимум второй раз, второй раз я могу ему написать, спросить. Все, если он игнорит, молчит, либо у него нет вопросов, либо он говорит, что у меня не было времени даже посмотреть то, что вы мне скинули. Но я не верю, что за 3 дня человек не нашел, там, я не знаю, час времени для того, чтобы хотя бы поверхностно посмотреть то, что ему скинули. Ну, значит, ему это не надо. Я просто удаляю номер телефона и вообще больше не общаюсь с этим человеком. Возможно, он когда-то созреет. Позже, да, где-то он что-то еще услышит про нашу компанию и придет. Но это единицы. В основном, я начинаю работать с теми, кто сам задает вопросы. Вот я ему все скинула, я с ним поговорила, я там все рассказала. Человек начинает задавать вопросы, и вот тогда намного приятнее работать с человеком, потому что ты видишь, что он идет на контакт, что ему нужна эта информация, что он хочет узнать. Не бойтесь задавать вопросы обязательно, потому что даже если вы считаете, что это какой-то глупый вопрос, обязательно его задайте, потому что самый глупый вопрос это тот, который вы не задали. Вы должны обязательно разобраться во всем и, возможно, этот глупый вопрос, да, когда-то где-то потом всплывет и вы не сможете на него ответить своим клиентам, своим партнерам. Поэтому обязательно задаем вопросы и начинаем потихонечку оформлять страничку в социальных сетях. Что для этого нужно? Во-первых, посмотрите, как работает ваш наставник, посмотрите других людей из команды. В любом случае, я, допустим, всегда скидываю страницы активных лидеров нашей команды, наставников своих, спонсоров своих, для того, чтобы человек посмотрел, как работать, как оформлена страничка, о чем вообще вещать, как шапку профиля сделать. Ну, то есть было, чтобы какое-то представление уже перед глазами. И вы начинаете оформлять свою страничку, через какой период вы начали зарабатывать в Атоме. Первые шаги прошли где-то 4-4,5 месяца, где-то так. Прошел мой первый шаг, я уже точно не помню, я зарегистрировалась в декабре, в середине декабря. Первый шаг прошел то ли в конце марта, то ли в начале апреля, ну, вот примерно таким образом. Вот, что вы начинаете делать на своей страничке. Во-первых, вы ставите аватарку. Аватарка должна быть обязательно ваша фотография, да, там не какие-то кошечки, собачки, я не знаю, просто эмблемки какие-то. Потому что люди идут на людей и обязательно, чтобы вас видели, лицо должно быть открыто, там, без каких-то темных очков, там, каких-то шляп и так далее, закрывающих ваше лицо. То есть вы должны располагать к общению обязательно ваше лицо, можно с какой-то легкой улыбкой. Сколько людей в вашей команде? Я не знаю, сколько людей в моей команде, потому что это невозможно уже посчитать, сколько людей в моей команде. у меня там уже ниже 500 уровня ушли. Ну, это просто нереально, посчитать, сколько людей в моей команде. Потому что, допустим, приложение, да, либо вот на сайте можно открыть свою структуру до сотого уровня. Для того, чтобы открыть людей ниже, это нужно вот так вот вниз каждые сто уровней открывать. У меня там уже ниже 500 и несколько веток, потому что есть активные партнеры, которые ведут там по две ветки, поэтому это просто нереально, посчитать, сколько людей в моей команде. Я не знаю. Вот. Ставите аватарку обязательно со своим лицом, с легкой улыбкой, для того, чтобы, ну, то есть там не такую злую, да, типа не подходите ко мне. Ваша фотография должна располагать к себе, чтобы человек не боялся задавать вам вопросы. Второе. Вы оформляете шапку профиля. Обязательно, да, тоже можно почитать, какие шапки, допустим, у основных лидеров, у наставников, что-то для себя выделить. Первой строчкой вы пишете то, что вы, ну, то, чем можно зацепить, да, потому что обычно вот шапка профиля в инстаграме, она обычно скрыта и видно сначала первую строчку. Чтобы открыть остальные, нужно вот там щелкнуть, да, там еще или подробнее что-то такое. И в первой строчке вы должны написать то, что человека зацепит и что ему даст стимула вот нажать эту кнопочку и развернуть полную шапку профиля. Поэтому напишите что-то о себе такое цепляющее. Во-первых, какое-то, может быть, ваше достижение, да, либо то, что вот, ну, в общем, там не просто, я не знаю, жена, мужа, там, мама, дочка и сыночка. Ну, как бы это не цепляет, это написано у каждого второго в инстаграме. Вы должны заинтересовать человека, который зашел к вам на страницу. Напишите какое-то свое достижение, допустим, что вы там, ну, не знаю, там, если это у вас какой-то ранг есть, можно ранг написать, либо, ну, вот что-то, что-то цепляющее. Дальше вы уже пишите в шапке профиля, чем вы можете быть полезны, вообще, о чем ваша страничка, о чем вы тут вещаете, чем вы можете быть полезны вашим читателям. Вот. Сейчас я накидала тут немножечко план, потерялась. И далее вы начинаете, после того, как вы оформили инстаграм, оформили свою шапку профиля, вы начинаете наполнять вашу страничку каким-то контентом. Что это может быть? Это я сразу, допустим, своим говорю, не рекомендую заводить, во-первых, новые странички, потому что инстаграм очень осторожно относится к новым страничкам. Он чаще там их блокирует за какие-то активные действия и так далее. Поэтому лучше, конечно, вести свою страничку, тем более, если у вас какое-то там движение уже было, какие-то там фотографии вы выставляли, уже есть какое-то количество подписчиков, которые за вами следят. Это очень хорошо. Но, то есть, если вы начинаете заниматься атоми, то человек, зайдя к вам на страницу, он может проследить, что вот вы просто там жили-жили своей жизнью, а потом пришли в атоми. Он может проследить, как изменилась ваша жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, уже какие-то подписчики у вас есть. И, возможно, когда вы начнете вещать про компанию, про бизнес, презентовать бизнес, презентовать продукцию, кто-то из них уже может заинтересоваться. Поэтому лучше вести, конечно, на своей странице. Многие стесняются это делать. Я сразу говорю, что если вы стесняетесь это делать, то есть, это вот тут, на подсознательном уровне, если вы стесняетесь этого бизнеса, то, скорее всего, у вас не получится. Поэтому стесняться не нужно и прятаться там от кого-то не нужно, там от своих знакомых и так далее. В общем, вот таким вот образом вы начинаете наполнять свою страничку. Ни в коем случае я не рекомендую превращать свою страницу в просто вот сплошной каталог продукции, да, потому что, допустим, была у вас какая-то страничка, были там какие-то у вас фотографии, там семейные, несемейные, а потом бац и пошел каталог, там мыло, щетки и так далее, и так далее. Одни картинки, картинки, картинки с описанием. Это не очень интересно сейчас. Вы можете создать вот такой каталог, к примеру, да, отдельно на странице, то есть, свою личную страничку, через которую вы будете продвигать себя, продвигать свой бренд и так далее. И отдельно, допустим, такую вот страницу с каталогом, которую вы можете скинуть человеку, который заинтересовался и сказать, вот здесь можно почитать про продукцию. Вот это можно сделать. Но на вашей личной странице, через которую вы продвигаетесь, этого делать не желательно, потому что людям будет лень читать, потому что те люди, которые на вас были подписаны, они скажут, блин, что это такое. Вот, поэтому нужно все-таки разбавлять. Во-первых, вещать и о продукции, и о компании, и о себе. Чередовать, миксовать вот это все. Обязательно видеоформат тоже должен быть присутствовать. Может быть, не сразу, да, потому что не сразу люди могут перешагнуть через себя, через какие-то свои страхи и так далее. Поэтому можно сначала писать какие-то посты, можно там какие-то обзоры делать. Дальше уже для того, чтобы привыкать к видеоформату, можно что-то в руках снимать, да, без лица своего, но с вашим голосом. В общем, контент должен быть такой, что ваше присутствие там должно быть однозначно. То есть ваше лицо, ваш голос и так далее. Многие говорят, не могу звать на бизнес, потому что не зарабатываю. Так, если не будет звать на бизнес, вы не начнете зарабатывать. Согласны? Да, согласна. Мы все когда-то не зарабатывали. Я два года назад пришла, я четыре месяца сидела и не зарабатывала. Но если бы я никого не звала сюда, то я бы до сих пор сидела и не зарабатывала. Все приходят новичками. Я пришла без опыта, без всего. Я никогда не была в подобных компаниях, в подобных проектах. Но если вы не начнете приглашать, если вы не начнете искать людей, единомышленников, которые бы за вами пошли, то естественно вы будете стоять на месте. Вы должны сначала набрать какую-то команду, которая вам поверит, за вами пойдет, а потом уже вы начнете зарабатывать. Это однозначно. Все люди спрашивают, сколько ты лично зарабатываешь. Если я скажу не сколько, мне скажут, ну ясно, все норм. Я говорю о том, что единомышленников найти можно. Да, большинство будут отказывать. Да, большинство скажут, ну вот когда ты добьешься результата, потом я к тебе приду. Я всегда таким людям говорю, когда я добьюсь результата, ты мне тут уже не нужен будешь, потому что я тебя зову сейчас. Сейчас. Пошли со мной, потому что смотри, какая классная идея. А когда я здесь уже зарабатываю, ну хочешь приходи, хочешь не приходи, я как бы без тебя уже здесь состоялась. А теперь ты можешь принять решение, придешь ты или не придешь. Но ты уже потерял два года. И если бы ты за эти два года работал, то мы бы сейчас с тобой были на одном уровне. Ну по крайней мере, примерно одинаково. А когда я уже добилась здесь результата, то мне по барабану, придешь ты ко мне или не придешь. Слушай, я уже нашла таких людей, которые за мной пошли. Сразу спрашивают, сколько заработала. Я всегда говорила честно, нисколько. Но идея классная. Такой компании в ближайшие лет 15-20 точно не будет. Мы сейчас в числе первых, поэтому пошли вместе. Такие люди найдутся. Да, их мало. Да, большинство отказывают. Но все равно такие люди найдутся, если вы не прекратите вещать, если вы не прекратите рассказывать и так далее. Я говорю, пойдем со мной. Надо объяснять, что не все сразу. Вот это вот точно, да. То есть я сразу... Кто-то через два месяца может закрыть бинар, а кто-то год не заработает, если сидеть. Да, очень важно не врать и не говорить, что пошли со мной, через месяц там миллионерами будем. Но не нужно этого делать, не нужно какие-то надежды человеку давать. Да, я сразу... Вот я честно говорю людям, которые ко мне приходят, я говорю, это бизнес на перспективу. Если вы готовы поработать здесь 1-2 года, выйти на доход, и если вы готовы потратить это время, если вы видите в этом перспективу, то это к нам. Многие приходят и спрашивают, а сколько я буду зарабатывать через два месяца? Я говорю, нисколько. Это не к нам. Если вы хотите зарабатывать через два месяца, идите в найм, вы месяц поработаете, на следующий месяц вам зарплату заплатят. Здесь не то. Это бизнес. В любом бизнесе нужно сначала что-то вложить, а потом что-то получить. Только если в традиционном бизнесе обычно это берем кредиты, вкладываем бабло и начинаем там работать, то здесь мы вкладываем свое время, здесь мы вкладываем свои трудозатраты. Поэтому я сразу говорю, это работа на перспективу. Если вам нужно все и сразу, то нам с вами не по пути. Надо создавать видение, что есть примеры, кто заработал, я иду по этому же пути. Да, да, на самом деле так и есть. То есть нужно, Маша действительно права, нужно показать человеку идею бизнеса, нужно показать человеку перспективу, что вы можете поработать один, два, три года, выйти на пассивные доходы, потом уже просто с него нереально слететь. У вас будет сеть потребителей, которая будет покупать, потому что 98% возвращаемость клиента. Человек попробовал один раз шампунь и он не хочет уже больше ходить в супермаркет и покупать то, что он раньше покупал. Ему эта продукция нравится, с нашей продукцией работать очень легко. Ему понравилась эта продукция, он у вас будет эту продукцию годами тут покупать. Появляются постоянные клиенты, постоянно приходят новые люди, новые люди начинают опять покупать. И ваша сеть, если вы развиваетесь органически, она будет постоянно расти, но это неизбежно. И поработав здесь один, два, три года, четыре года, вы выйдете на пассивный доход, который будете получать до конца жизни. Но если вы эту перспективу не увидели, если вы хотите все и сразу сегодня, то есть там сегодня зарегистрировался, завтра доход получил, я сразу таким людям говорю, что это не к нам. У нас здесь не так. У нас здесь работа на перспективу. И на самом деле, знаете, я заметила, что когда человеку вот так вот честно говоришь, то в основном они верят. Вот, ну вот, я честно говорю, это не быстрый доход, вы здесь не получите доход в ближайшие там три месяца, четыре месяца, ну, навряд ли, да. То есть первые ваши шаги будут по статистике в среднем срабатывать где-то там через четыре месяца, через пять месяцев, через полгода, у каждого по-разному. Но вы должны увидеть это, то есть вы должны понять перспективу. Вот в этом случае у вас все получится. Как в любом бизнесе, сначала что-то вложили, потом что-то получили. В бизнесе традиционном вложили бабки, на них начинаем работать и ждать, когда они окупятся. То есть в основном, да, в традиционном бизнесе вы тоже сразу не начнете получать доход. Вот открыли вы магазин, да, той же самой корейской косметики, когда вы можете заработать в первые месяцы. То есть вы взяли кредит, нашли там поставщиков продукции, нашли продавца, нашли помещение, арендовали там оборудование торговое, юрлицо открыли, в общем, кассовый аппарат закупили, логистику настроили, да, там поставщиков нашли, доставщиков нашли. Ну не получите вы доход в первый месяц, не побежите, не закройте свой кредит и не начнете бабло грести руками. Но это такой же бизнес, как и традиционный бизнес, только здесь реально без вложений на своих покупках. Вы просто покупаете и все. Вот, поэтому вот таким вот образом. О чем я еще хотела поговорить? Что мешает еще новичкам? Какие может быть в голове блоки, да? Я всегда своим новичкам говорю о том, что вы должны быть уверены в себе, вы должны быть уверены в бизнесе, то есть многие приходят и им мешает такая некая неопределенность. То есть вот они пришли, вроде на других смотрят, вроде все понятно, а потом, когда начинают сами чего-то пытаться, они не знают, куда они идут, у них нет цели. То есть вот они пришли и думают, ну я попробую, ну может получится, может не получится. Но я не уверена, конечно, потому что я как бы не совсем доверяю подобным проектам. Ну я попробую, может кого-то позову, у вас не получится ничего, если вы вот так вот думаете. То есть если вы думаете, что ну может я когда-то попробую, ну ладно, там с понедельника почитаю и так далее, там может маркетинг почитаю. В понедельник не получилось, ну ладно, со следующего понедельника. Вы должны четко поставить себе цель, что вы хотите добиться здесь результата. Вы должны определенно поставить себе цель. Важно принимать решение. Если вы приняли решение, что вы хотите в этом бизнесе развиваться, вы должны быть уверены в этом бизнесе. Не изучают маркетинг, не знают по какому идти пути. Да, все верно. То есть, во-первых, у человека нет цели. У него вот такая неопределенность, он сам еще не определился. Хочет он тут развиваться, хочет он тут зарабатывать или не хочет. Вот. Поэтому ставим четкую цель и думаем о ней. И каждый день маленькими шагами, как тот дятел, про которого я рассказывала на прошлом эфире, так вот бьем, бьем, бьем в одну точку. Не пытаемся разбить это дерево сразу одним ударом, да. Поэтому ставим цель и уверенно идем. Убираем весь информационный мусор со своей головы. Потому что многие начинают рассказывать друзьям, знакомым, их начинают переуговаривать. Маркетинг и видео надо смотреть по одному разу, чтобы... Да, не по одному разу, да, действительно. С первого раза вы никогда не поймете, обязательно нужно задавать вопросы. Так вот, уберите весь мусор из своей головы. Многие приходят, да, и думают, что это фигня, там типа какая-то ерунда. Ну я попробую, ну может что-то получится. Вы должны четко разобраться, что это за бизнес. Понять, как он работает. Почитайте статистику, почитайте про какие-то примеры, да, людей, которые добились здесь реально результата. Поставьте себе четкую цель, уберите все вот эти вот, весь вот этот мусор, все вот это вот навязанное общественное мнение и начинайте работать, начинайте добиваться результата. То есть будьте уверены в том, что вы на 100% добьетесь здесь вашей цели. Если вы не уверены, то нужно сначала самому себе поверить. То есть если вы сами себе не верите, то вы не сможете убедить другого человека. Вот, поэтому четко ставим цель и четко к ней идем. Нельзя сомневаться, потому что сомнения разрушают успех. Если вы сомневаетесь, то это разрушит ваш успех. Если вы себе не верите, вы не сможете, вы не сможете другого убедить, да. Поэтому сначала убедите себя. Ни в коем случае не слушайте тех людей, которые вам говорят, что не нужно, не нужно двигаться вперед, не нужно развиваться. То есть те люди, которые говорят, что стабильность это классно, ходи на свою работу, получай там 40, 50, 60 тысяч рублей, выйдешь на пенсию, все будет круто. Не слушайте таких людей, которые вас вот держат, да, сзади. То есть в любом случае нужно ставить себе цели, нужно развиваться, нужно двигаться вперед. Меня вот до сих пор все удивляются и говорят, нахрена ты ушла с работы? У тебя стабильная зарплата, у тебя хорошая, достойная зарплата, у тебя руководящая должность, у тебя там машина с водителем, у тебя личный кабинет, куда ты пошла? Ну неинтересно мне, понимаете, я всегда говорю, ну неинтересно мне, мне это все уже надоело, осточертело, я хочу какого-то движения, я хочу развиваться, я хочу обучаться. Я в этом предприятии уже знаю каждую цифру, мне просто это все надоело. Поэтому я не слушаю тех людей, которые пытаются меня затормозить, которые пытаются меня вернуть обратно и говорят, вот иди в эту стабильность, тут круто, я не хочу. Может быть, я говорю, что может быть, я совершаю какую-то ошибку, но сейчас я хочу вот так, я хочу развиваться, я хочу двигаться вперед, поэтому никогда не слушайте тех, кто вас пытается затормозить. Общайтесь с теми, кто помогает вам расти, то есть кто помогает вам узнавать что-то новое, общайтесь вот с такими людьми, кто заряжает вас позитивом. Потому что на самом деле большинство людей, они живут вот без какой-то цели. Вот они просто живут изо дня в день, вот они научились в институте делать одно и то же, вот они живут, они могут 30 лет на этой работе работать, они вот просто так плывут по течению, ну и как бы все нормально. Ну все же так живут, ну вроде как неплохо, там не хуже, чем сосед Вася, ну нормально. И у них нет никакой цели, они никогда не стремятся к чему-то большему. Ну стабильно же, ну и нормально. Я не такой человек, я всегда пытаюсь, я всегда пытаюсь чему-то новому научиться, если мне это уже не интересно, если мне скучно, я хочу уже куда-то двигаться дальше. Вот таким вот образом. Поэтому не надо, не надо тормозить, нужно ставить себе цели. Налоги надо ли платить? Налоги с чего? Налоги с дохода в компании, конечно, надо. Компания работает открыто, легально, не в обход закону. Вы платите, если вы работаете как самозанятый, вы платите 6% с дохода. Есть доход, заплатили налоги, как говорится, спим спокойно, нет дохода, соответственно, не платим налоги. Но здесь не, то есть компания не работает в обход закону, у компании четкие принципы работать по закону, абсолютно одинаковый маркетинг во всех странах, и, конечно, мы платим налоги, и как бы это позволяет нам избежать многих проблем. Вот. Поэтому четко новичок ставит цель, верит в компанию, и начинает работать. Что еще мешает новичкам? Это эмоциональные барьеры. Во-первых, вот то, о чем я говорила, да, многие считают, что наш бизнес, он, ну, какой-то недостойный, да, вот типа там, ну, вот я там юрист, я там экономист, я там бухгалтер, я 5 лет на это отучилась, это вот такая крутая специальность, а это, ну, какая-то там несерьезная ерунда, вот, поэтому, ну, это ниже моего достоинства, но я попробую, ну, мало ли, вдруг у меня получится, да не получится у вас тут с таким настроем. Вы должны понимать, что важно себя настроить на успех, и это, этот настрой чувствуется в голосе, потому что, ну, когда вы сами в себе не уверены, да, вы стесняетесь что-то предложить человеку, вот вы, не знаю, там, написали пост и сидите и думаете, блин, не дай бог сейчас кто-нибудь что-нибудь в комментариях напишет, ну, вроде как и надо, да, вот вы же хотите продвигаться, надо какой-нибудь пост написать. Пост написали и сидите ждете, хоть бы никто не ответил, хоть бы никто не прокомментировал, хоть бы никто ничего не спросил, потому что, ну, как я буду ему объяснять, ну, это же неудобно, ну, не получится с таким настроем здесь работать. Если вы предлагаете человеку и заведомо уже ждете, ну, наверное, никто не будет этим заниматься, наверное, это ему неинтересно, наверное, ему покажется, что это, ну, вдруг ему не понравится, то есть вы задаете вопрос человеку и не дождавшись, когда он открыл рот, уже за него решили, ну, и никто не будет покупать, никому неинтересно, да, он, наверное, сейчас мне откажет, вот с таким вот настроем у вас не получится. Очень мотивирует, я очень рада, что мотивирует, поэтому настрой – это очень важно, не думайте никогда за других людей. Многие еще, знаете, приходят и думают, о, да, это дорого, да никто это покупать не будет. Во-первых, если вы разберетесь в продукте, вы поймете, что это недорого, это экономно, это такое качество, по такой цене вы не купите больше нигде. Это, блин, тюбик зубной пасты, которого на 4 месяца хватает за 200, там, сколько, с лишним рублей. Где вы найдете такие цены? 75 рублей щетка. Где вы найдете крем 1440 мл, крем для кожи вокруг глаз? Да в магазинах продаются за, пускай там этот крем будет стоить 800-900 рублей, но у него 15 мл. Вы через 2 месяца пойдете опять за эти 700-800 рублей покупать этот крем. Здесь вы покупаете 40 мл, поэтому важно опять-таки научиться закрывать возражения, да, если вам говорят, что дорого, говорите, что нужно смотреть на стоимость одного потребления, то есть не на баночку, да, вот баночка 1400 это много, а когда вы поймете, что там 40 мл, а не 15-20 привычные, вы поймете, что это нифига не дорого. Вот, поэтому не думайте за других людей, не думайте, что никто это не будет покупать, потому что для кого-то это дорого, а для кого-то это нормально. Кто-то привык пользоваться кремами там за 5 тысяч, за 7 тысяч, такого же качества, а когда он попробует здесь продукцию, он поймет, что блин, нахрена я буду покупать за 5 тысяч, если я это же качество могу купить там за 1400, вот, поэтому не думайте за других, не думайте, что вы знаете мнение всех остальных людей, подсознательно не бойтесь предложить бизнес, предложить продукцию, если вы подсознательно боитесь, если вам подсознательно тяжело, неловко, неудобно, то нужно в первую очередь настроить себя на вашу цель, то есть вы должны понять о том, что это ничем не хуже обычного бизнеса, да, вот как у нас, допустим, принято, у нас почему-то, если это предприниматель традиционного бизнеса, то все, ну он классный, он крутой, он там ларек открыл на районе косметикой торгует, он ИПшник, вообще уважуха ему, почему-то вот таких людей уважают, да, тот человек, который открыл ИП, ларек открыл, вообще крутой там предприниматель, а человек, который через социальные сети вещает, у него там многотысячная структура покупающая людей, да, у кого сети в международной компании, в международном бизнесе, а это что-то несерьезное там, какой-то фигней занимается, вот почему так, почему чувак, который открыл ларек, он крутой, он предприниматель, а если ты строишь свою потребительскую сеть в международной компании, у тебя партнеров тысячи по всей России, не только, в нескольких там странах мира, он этой фигней какой-то занимается, но у многих людей неправильное представление, да, еще знаете, мне как-то недавно написали комментарий, что вся вот эта вот ерунда, которую в соцсетях там предлагают, это все увлечение, это все, ну это несерьезно, да, там, ну вот удаленная работа, есть удаленная работа, да, вы там фигней занимаетесь, я говорю, вы знаете, я ради этого увлечения ушла с руководящей должности, с классной зарплатой, с водителем, с кабинетом личным, с премиями годовыми, я ушла оттуда, потому что я ради этого увлечения, я увидела здесь перспективы, но многие недопонимают, у многих вот этот вот, вот этот мусор в голове сидит, и они никак не могут его выкинуть, поэтому если вы относитесь к этому как увлечению, то это так и будет, относитесь это как к серьезному бизнесу, поэтому, ну вот таким вот образом, да, многие еще привыкли вот к найму, опять-таки, да, они считают, что вот, ну как бы, работа это серьезно, опять-таки ходить в этот ларек там, работать продавцом это серьезно, а продвигать компанию в соцсетях это не серьезно. Вот, поэтому ваша задача в первую очередь разобраться самому, что наш бизнес, это тот бизнес, который не стыдно предложить, и вы должны понять, что вы тот человек из немногих, кто в этом разобрался, потому что наш бизнес, он дает неограниченные возможности, вот это реально, это такие возможности, когда ты просто с нуля можешь выстроить себе такие сети, но никто, ну скажем так, большинство этого не понимают, и вы должны гордиться тем, что вы в этом бизнесе, что вы разобрались, что вы один из немногих, кто увидел эту возможность, и вы должны гордиться тем, что вы в этом бизнесе, и вещать об этом, рассказывать об этом, о том, что блин, вот тот чувак с ларьком, да у него будут тут на районе ходить там, тетеньке эту косметику покупать, все, дальше он никуда не двинется, даже с соседнего района города, навряд ли к нему кто-то приедет и купит его косметику, а вы строите сеть по всей России, в 18 странах мира, это просто шикарные возможности, вот об этом нужно вещать, но для начала, чтобы об этом вещать, нужно самому в это поверить, да, самому в этом разобраться, вот, поэтому, кто не видит масштабов бизнеса, тому, да, тому тяжело, кто сам к этому относится, как к увеличению, то, соответственно, ну как бы так и будет, такой и будет результат. Никогда новичкам, да, не советую подстраивать, подстраивать бизнес под себя, да, то есть, вот если мне неловко, ну вот я как-нибудь там, такими окольными путями, может быть, там что-то кому-то посоветую, нужно самому подстроиться под бизнес, поверить в этот бизнес, подстроиться под него и работать в нем, а не наоборот пытаться там бизнес под себя подстроить, вот, поэтому в первую очередь начинаем доверять самостоятельно этому бизнесу и уже потом убеждать других в этом, убирать вот этот мусор из головы, да, который у большинства людей сидит в голове, вот, и опять-таки очень важно работать со своими страхами, научиться закрывать возражения какие-то, да, чтобы не теряться там при каких-то вопросах и так далее, если вы себя не убедили, то вы не убедите никого, люди доверяют, люди идут за теми, кому они доверяют и очень-очень важно, да, вот эти вот барьеры убрать у себя с головы, вот эти вот страхи убрать, да, что вдруг там про меня что-то подумают, вот это вот избавиться от зависимости чужого мнения и, ну, не бояться, не бояться предложить, не бояться рассказывать, вот, что еще, да, что новичкам важно, следующий момент это не бояться отказов, отказы в нашем деле это нормальное явление и ни в коем случае не зацикливаться на том, что вам кто-то отказал, потому что, ну, как бы это нормально, да, кто-то поймет, кто-то не поймет, кто-то увидит перспективу, кто-то не увидит перспективу, вам никто ничего не обязан, если вы кому-то предложили и он не согласился, не нужно на него обижаться, не нужно там ругаться, пытаться убедить, там, тащить за собой, значит, ему это не надо, значит, его и так устраивает, как бы его жизнь вполне для него нормальная, и он ничего нового не хочет, он никуда не стремится, ну, как бы он намерен так продолжать жить, поэтому не нужно цепляться, да, там, за каждого человека, как за последний шанс и научиться перешагивать вот через эти отказы, в этом ничего страшного нет, здесь отказы очень неприятны, но вы поймите, что не все люди мыслят так же, как вы, вот кому-то реально, я знаю таких людей, которые живут так, как они живут, и им их все устраивает, поэтому если вы такому человеку предложили, он скажет, а мне не надо, мне и так нормально, но, а что в этом неприятного, человеку и без вас хорошо, то есть вы не нужны этому человеку, наша задача найти людей, которые нуждаются в этом, да, которые нуждаются в нашей помощи, в нашей информации, которые хотят двигаться, вот найти таких людей, я часто сравниваю с тем, что в нашей работе это как, вот наша работа это как колода карт, там сколько, 36, по-моему, карт, вот для того, чтобы найти одного козырного туза, вам нужно перевернуть все 36 карт, то есть вот эти вот все 36 пустых карт, это те люди, которым вы предложили, они отказались, но вы обязаны перевернуть все эти карты для того, чтобы найти человека, который захочет, который пойдет за вами, который станет лидером, который захочет учиться, который захочет у вас с вами идти, да, на одной волне быть, вот, поэтому вот таким вот образом, будьте уверены, когда вы предлагаете что-то, обязательно будьте уверены, потому что неуверенность это ваш тормоз, то есть если в голосе чувствуется неуверенность, то это будет вас тормозить. Как с этим бороться? Многие говорят, что они не могут перешагнуть, да, через вот эти страхи, через вот эту неуверенность, им страшно и, ну, есть такой метод, который я использовала сама, это, знаете, список ваших хороших дел в конце дня, вот мы часто, да, то есть, во-первых, я рекомендую всем писать план на день, это очень важно, и в конце дня, вот, многие из людей привыкли перечислять у себя в голове то, что мы не успели, блин, вот туда не успел, сюда не успел, это не сделал, то не сделал, вот эти вот мысли о том, что вы чего-то не сделали, это вас тоже тормозит, старайтесь в конце дня думать о том, что вы сделали, что вы сделали, даже какой-то малейший шаг, пускай там это будет какой-то пустяк, но он хоть на миллиметр придвинул вас к вашей цели, сядьте и запишите, вот это очень классно работает на самом деле, допустим, сели вечером и начинайте в вспоминать, а что я хорошего сделал сегодня, я там зарегистрировал человека, написал пост, поговорил с тем, встретился с тем, там, я не знаю, подарил там тому-то, то есть, любые действия, там, книжку почитал, там, я не знаю, видео какое-то обучающее посмотрел, любые действия, которые вы сделали, и это очень классно мотивирует, то есть, вы не думайте о том, что вы не успели, ну вот, вот это не успел, вот это не успел, и все, настроение у вас упало, вы вот так вот съехали, блин, что-то я ничего не успеваю, ничего не получается, наоборот, старайтесь анализировать то, что вы сделали, и оттуда вытаскивать все хорошее, что у вас получилось, что вы смогли сделать, вот, потому что успех зависит от результата, а не от неудач, от несделанных каких-то заданий, и это очень придает силы, и потом вы войдете во вкус, и когда вы будете каждый день анализировать, каждый вечер анализировать, что вы сделали, это вот прям придает такую мотивацию, что-ли, то есть, вы войдете во вкус, и вам это понравится, и вы начнете делать все больше, и больше, и больше, и больше, вот, поэтому это очень классный способ, я всем рекомендую его использовать для тех, кто, у кого-то какая-то неуверенность есть, для того, чтобы себя просто промотивировать, вот, обязательно старайтесь быть позитивными, да, то есть, нести какой-то позитив, какие-то, я не знаю, аффирмации себе выставить, да, то есть, быть позитивно настроенным, и, соответственно, анализировать свой результат с позитивной точки зрения, что вы успели сделать, но также очень важно анализировать свои действия, то есть, вот, позитивный настрой, он важен в самом начале, вот, когда вы только начинаете двигаться, начинаете действовать, вы себя позитивно настраиваете, все, все хорошо, все получится, я пошел действовать, я пошел к своей цели, но, когда вы, допустим, полгода работаете, там, 7 месяцев работаете, у вас нет никакого результата, вы никого не зарегистрировали, у вас никто ничего не купил, а вы такие сидите позитивные, улыбаетесь, да, все хорошо, все получится, это уже, скажем так, псевдопозитив, это уже что-то ненормальное, в этом случае нужно обязательно анализировать, а что вы делаете не так, а, возможно, нужно что-то делать по-другому, а, возможно, нужно искать какие-то другие методы работы, да, возможно, вот у меня это не получилось, я вот другими путями пойду, потому что нет универсального метода работы и никогда не получится всем идти вот одним путем, каждый должен найти для себя то, что ему удобно, поэтому обязательно начинаем не впадать в депрессию, вот у меня ничего не получается, все, я брошу, а просто нужно разумно, четко проанализировать и попробовать какие-то другие методы, проанализировать там, я не знаю, свою страничку в инстаграме, какую-то книжку мотивирующую прочитать, да, там, я не знаю, посоветоваться с кем-то, в общем, начинаем анализировать, а почему не получается, не бросать сразу, потому что если вы бросите, то у вас явно не получится, поэтому просто начните анализировать и думать, что вы делаете не так, вот, поэтому недостаточно просто улыбаться и говорить, да, все, классно, все получится. Вот, что еще я хотела сказать, да, обязательно гордитесь тем, что вы в этом бизнесе, потому что вы один из немногих людей, кто разглядели эту возможность, кто разглядел вот эти вот безграничные возможности, потому что реально наш бизнес – это безграничные возможности, и вы один из немногих, кто это разглядел, да, будет сложно, очень мотивирующая, спасибо, Аня, очень рада, да, будет сложно, сложности везде и у всех, будут какие-то неудачи, будут выгорания, это нормально, как я всегда говорю, неудачи – это плата за ваш успех, не у всех все бывает прямо вот классно, и все, вот они идут, только вверх, 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 то есть все у нас вот так вот развивается, да, то есть вот так вот, вот так вот, как бы идут такие волны, но тенденция вверх, но в любом случае бывает спад. как восприняли ваш уход, ваши коллеги подчиненные? Сейчас я договорю, потом отвечу на этот вопрос, поэтому неудачи будут, спад будет, выгорание будет, но это вас закаляет, это дает вам опыт, и поэтому не зацикливаемся на этом, анализируем, советуемся и так далее. Вот, как отреагировали мои подчиненные коллеги? Подчиненные мои нормально отреагировали, они в принципе знали, что я, что у меня там открыто ИП, я занимаюсь параллельно чем-то другим, как бы, конечно, не хотели меня отпускать, там, плакали, сидели, но я объяснила, что, ну, девочки, ну, как бы, не бывает незаменимых людей, поэтому, ну, вот так, я приняла такое решение. Руководство, конечно, отреагировало, скажем так, сказали, что это несерьезно, да ты чё, да ты куда, да зачем, ты вообще, ты куда-то попала, ну, в общем, они уверены, что я ещё передумаю, они уверены, что я вернусь, они уверены, что я ещё приползу, что ничего у меня не получится и всё, я там прибегу к ним обратно, вот так вот отреагировали. Ну, как бы, я не расстраиваюсь, мне, я абсолютно параллельно стала относиться к чужому мнению, я как бы озвучила свою позицию, что я приняла решение увольняться, я готова передать дела, я готова отработать там месяц ещё, да, я готова спокойно всё передать, закрыть всё, и я приняла решение, что я не хочу, в принципе, больше работать в найме, всё. Их мнение мне, как бы, абсолютно по барабану, кто там что про меня подумал, мне абсолютно наплевать. Вот, поэтому трудности будут, готовьтесь к тому, что будут трудности, будут спады, будет эмоциональное выгорание, будет не один раз хотеться всё бросить, особенно, когда вот вы только начинаете, да, и вам хочется уже скорее, 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 а они, а шаги всё не проходят, а вот там всё вот так вот медленно там по миллиметрику идёт. Бывали у меня выгорания, бывали у меня вот такие вот прямо взрывы эмоциональные, когда я там всё бросала, удаляла, я вообще хотела удалить свой кабинет. Один раз, когда я просто психанула и хотела удалить свой кабинет, но просто нужно немножечко остыть, отдохнуть, переосмыслить и понять, надо вам это или не надо, или они к вам приползут. Ну, я не знаю, приползут, не приползут, я как бы никого не заставляю, я вообще стараюсь работать так, чтобы человек сам захотел. Я никого не зову, никого не тащу там за волосы, да, вот, тоже научилась преодолевать зависимость чужого мнения. Да, на самом деле вот так и есть. Вот, это то, о чём я хотела вам рассказать сегодня про новичков. Ещё очень важно, да, один такой момент, очень-очень важный для понимания, да, из чего, да, небольшой перерыв, потому что если вы там на месяц ушли и, скорее всего, вы остынете, перегорите и больше не вернётесь. Вот, поэтому у меня такое было, я уходила где-то на неделю, может быть, полторы. То есть я просто всё переосмысливала и понимала, что мне это надо, я хочу и я буду. Многих ломают, надо работать над собой, справляться. Спасибо большое, я очень рада, что я кого-то мотивирую. Вот, очень важный момент, да, для новичков, для того, чтобы новички понимали, из чего состоит наш бизнес. Наш бизнес состоит из трёх самых важных составляющих. Первое – это продукт. Второе – это маркетинг. Третье – это обучение, мотивация. Допустим, если это отдельно продукт, то есть обязательно вот три составляющих в одном, да. Почему именно три составляющих? Потому что продукт сам по себе, да, если вы относитесь к этому бизнесу как просто к продукту и вы пришли сюда продавать, то это будет просто продажа. То есть вы должны понимать, что наш бизнес – это не только продукт. Если вы пришли продавать, то это просто продажа. Если рассматривать маркетинг отдельно, без продукта и без обучения, то это просто финансовая пирамида. Это просто система выплат и больше ничего нет. То есть нет продукта – это уже не бизнес, это просто полная ерунда, да. То есть маркетинг без продукта и без обучения – это просто пирамида и ничего, да, это пустое место. И, соответственно, обучение без продукта и без маркетинга – это просто тренинги, не знаю, там, марафоны, уроки, как угодно, да, можно это назвать. Поэтому нужно обязательно заниматься именно вот этими тремя составляющими. Не брать какой-то один, да, и вещать о нём. Обязательно три составляющие. То есть вы должны продвигать продукт, пробовать продукт, продвигать его, рекомендовать. Вы должны изучить маркетинг и рассказывать о нём, то есть рассказывать о возможности заработка. Это второй момент. И третий момент – это обучать, точнее обучаться самостоятельно и обучать других. Вот это вот три основные составляющие, на котором держится наш бизнес. Если новичок это поймёт, то успех неизбежен. Вот, в принципе, всё, что я хотела сегодня рассказать, я уже, наверное, больше часа говорю. Так, последний комментарий почитаю, пропустила. Алёна меня мотивирует и помогает. Да, я стараюсь. Я на самом деле считаю, что вот из-за своего найма я недостаточно плотно работала со своей командой. Я давала мало, наверное, каких-то, мало мотивации, мало обучения, потому что, ну, просто реально не хватало времени. Работа в найме на руководящей должности плюс двое маленьких детей. Мужа вечером нет, я прихожу с работы, у меня дети и всё, и я никак. И я себя немножко неуютно чувствовала, потому что мне казалось, что я мало даю, я мало отдаю. Я мало даю энергии, я мало рассказываю, я мало делюсь опытом. Поэтому я буду исправляться. Честно. Ты остановилась совсем на чуток. Да, это было, наверное, где-то, я не знаю, может быть, неделю-полторы. Мотивирует, очень вдохновляет. Спасибо большое. Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть, я ещё могу ответить. Если нет, то буду стараться сохранить эфир. Надеюсь, было полезно. Делитесь со своими новичками. Пускай они обязательно посмотрят, поймут для себя, надо им это, не надо им это, хотят они двигаться куда-то дальше или в принципе их это всё устраивает. Поймут ли они, да, что это крутой бизнес, это реально крутой бизнес. И если он это поймёт, если человек это поймёт, то его успех неизбежен. У него это всё на лице будет написано, он будет вещать это так, что, блин, да это круто, да почему вы этого не понимаете. Вот, поэтому на самом деле меня очень, да, вот этот момент поражает, что у нас принято, вот большинство людей, да, считают, что вот этот держатель там ларька косметики на районе, он крутой предприниматель. А вот то, что там эти чуваки что-то в инстаграме вещают, это ерунда полная, там какую-то международную сеть строят, но это несерьёзно. Вот, поэтому это отношение меня, конечно, просто поражает. Обязательно поделюсь с вами эфиром, спасибо. Вот, если кто разглядит вот эту вот реальную возможность, вот этот вот реальный шанс, да, что мы такие же предприниматели, как этот чувак на, там, у вас по соседству, который ларёк держит, да. У меня вот с самых первых дней вот это вот, как я пришла в компанию, меня вот это стало поражать, да, многие пишут, да, это увлечение, да, это ерунда, да, это всё несерьёзно. Как к этому относиться? Если вы относитесь несерьёзно, то значит да. То есть традиционный предприниматель, который вот тут в ближайшем райончике торгует, он крутой. А вот если я здесь что-то буду там делать, то я не крутой, да. Ну, ну как бы это, значит вы не разобрались, значит вы не поняли суть. Спасибо, всё как всегда по полочкам. Я очень рада, что я полезна. Мне все говорят нет времени, все кого регистрирую. Нет понятия нет времени, да, я об этом сегодня говорила. У всех время есть 24 часа в сутки. На что вы тратите это время, это ваши приоритеты. Если вы правильно расставляете приоритеты, время вы найдёте. Вот вы когда кушать хотите, да, вот это важно для меня. Вот я хочу есть, у меня там просто уже голова рассказывается от голода. Я же нахожу время, чтобы покушать, потому что это моя необходимость. Я хочу покушать, там, я не знаю, я захотела, не знаю, в конце концов, извините, в туалет сходить. Я же нахожу время сходить в туалет, потому что это приоритет для меня сейчас, да. То же самое здесь, я хочу добиться этой цели, я найду время, чтобы добиться этой цели. Я в конце концов ночами спать не буду, но я приду к этой цели, потому что я хочу, это для меня сейчас важно. Важнее того, чтобы просто там посидеть в интернете, сериальчик почитать, там, я не знаю, ой, сериальчик посмотреть, там, я не знаю, посты каких-нибудь там почитать, блогеров каких-нибудь почитать. Для меня это важнее. Так как для меня это важно, я нахожу время. Ну, я два года, в конце концов, развивалась, как-то параллельно работая в найме, параллельно там вечерами с детьми находясь. Ну, я реально иногда ночами работала, потому что я, у меня была мотивация, и я правильно расставила приоритеты. Для меня это важно. Так, у меня зарегались 100 человек за месяц, и тишина от них. Смотря в каком статусе они зарегались, они, что они пришли, они покупать сюда пришли, или они работать пришли. Ну, если от них тишина, то, как бы, значит, либо вы как-то не, может быть, не замотивировали, да, либо до них не дошло, то есть они не увидели перспективу, они поняли, что им это не надо. Но у меня дофига таких людей, у меня очень много таких людей. Здравствуйте. Какой у вас заработок? 115-120 тысяч рублей в месяц. Ну, вот, примерно, да, то есть, судя по последним месяцам, 115-120 тысяч. Мне тоже юрист с конторкой 2 на 2 высмеивал, что я сектантка. Да, я говорю, что вот, если ты такой крутой чувак открыл там какую-то конторку, да, там, или не знаю, вот, как я сегодня говорила про этот ларёк с косметикой, ты крутой чувак, да, ты там предприниматель, он там вообще чувак классный, там, кредитов набрал кучу, теперь будет 3 года на эти кредиты работать, но он крутой, он же предприниматель, а ты там что-то фигнёй какой-то занимаешься. Сейчас не смеётся, да, сейчас они не смеются. Вот. И в каком вы статусе? Я мастер продаж. Я мастер продаж. Мастером продаж я стала в сентябре месяца 2020 года. Вот. Не помню, за этот период 5 или 6 раз я закрыла мастерство. Но это как бы нормально, да, то есть, когда вы выходите на мастера продаж, ещё несколько месяцев у вас будут такие плавающие. Иногда товарооборот доходит, иногда не доходит. Но постоянно идёт вот такой вот рост. То есть, в любом случае, если ваша структура растёт органически, то на автомастера вы в любом случае выйдете, да. Но вот эти вот месяца всё равно будут такие немножко плавающие. Тут ещё новогодние праздники, немножко был спад товарооборота, а сейчас товарооборот уже выровнялся. вот, поэтому не помню сколько, 5 или 6 раз я мастерство закрыла за период с сентября по декабрь. Так, может быть, у кого-то что-то ещё есть? какие-то вопросики. Если вопросиков не будет, то я, наверное, буду закругляться, потому что я уже, наверное, больше часа болтаю-болтаю. Я, когда берусь, начинаю болтать. Очень сложно себя настроить на эфир, но если я вышла в эфир, меня не остановишь. Я буду говорить, говорить, говорить. Спасибо большое всем, кто присутствовал. Вот, поэтому многие... Мой вопрос выше. А что я пропустила? Сейчас полистаю. Вроде бы всё почитала. С чего начать рассказ про бизнес? Я только о продуктах и говорю. С чего начать рассказ про бизнес? Во-первых, презентовать компанию, рассказать о компании. То есть, не знаю, записать видео, либо выйти в прямой эфир и рассказать о компании. Что вот есть такая компания, есть такой классный проект, который относительно недавно на российском рынке. Мы сейчас формируем истоки, да, вот самые истоки. Мы в числе первых. Рассказать, какие перспективы с этой компанией. Что компания работает в 18 странах мира. Впереди открытие Европы. Впереди открытие ещё кучи стран. Что вы можете с данной компанией выстроить международную потребительскую сеть. Оказаться у самых истоков бизнеса. Оказаться в числе первых. Выйти на пассивный доход. То есть, вот об этом всём нужно и говорить. То есть, презентовать бизнес. Рассказывать, какие проблемы людей вы можете решить, если человек придёт к вам. То есть, вы можете выйти на пассивный доход. Вы можете там закрыть кредиты, ипотеки. Вы можете уйти с найма. То есть, рассказывать перспективы развития. Рассказывать возможности. Что вам может дать эта компания. То есть, обязательно важно не только о продукте говорить. Потому, что если вы будете говорить о продукте, к вам будут приходить только клиенты. Если вы будете говорить о бизнесе, к вам будут приходить партнёры. А если к вам приходят партнёры, то это значительно больший рост. То есть, клиенты, они не будут помогать вам выстраивать вашу потребительскую сеть. Они будут просто делать товарооборот, покупать для себя, но значительно быстрее ваша сеть будет расти, если вы будете привлекать людей на бизнес, то есть делиться бизнесом, рассказывать о том, что вас привлекло, вы-то зачем сюда пришли? То есть вы же сюда пришли на бизнес, вы же хотите здесь развиваться, поэтому искать таких же людей, кому это будет интересно, кто бы хотел идти с вами вместе и рассказывать о перспективах компании, ну и соответственно презентовать компанию, презентовать возможности, рассказывать, что есть такой проект, с которым можно вообще с нуля начать свой бизнес, просто потом через 2 года уйти с найма и жить на пассивный доход. Вот об этом и говорить, ну как бы то, на что вы сами пришли, о том и рассказывайте, будьте честны, будьте искренни, просто вещайте, рассказывайте, презентуйте компанию, презентуйте бизнес. В любом случае найдутся единомышленники, которые за вами пойдут, но только в том случае, если вы будете говорить, то есть если вы не говорите про бизнес, то к вам не придут партнеры. Так, ну все, да, вроде на все вопросы ответила, если вопросов больше не будет, то я буду закругляться, потому что у нас уже 11 час вечера. Спасибо большое, спасибо, кто присутствовал на эфире, делитесь с новичками эфиром, я думаю, многим новичкам будет полезно, чтобы они, во-первых, разобрались у себя в голове, да, для чего они сюда пришли, для чего вообще, в принципе, да, что это за бизнес, поставили себе цель и уже начинали как-то двигаться. К своей цели, не бесцельно просто ждать, да, когда там что-нибудь где-нибудь выстрелит, а реально работать и двигаться. Ну все, спасибо большое, спасибо за эфир, надеюсь, была полезна, всем пока-пока.